Восемь вечера в Украине, вторник, 24 июля. В материалах корреспондентов подробностей. Судья Александр Хросяник. Сегодня в выпуске. Ату моря. Вокруг Афин бушуют пожары. Люди гибнут целыми семьями. Туристов эвакуируют. Что с украинцами? Берегись автомобиля. В Киеве машина сбила четверых пешеходов на тротуаре. Что произошло? От поборов до побоев. Кто искалечил солдата в одной из воинских частей Львовской области? Иранцы go home. Израиль угрожает ударить по территории Сирии у своих границ. Почему? Едва ли не каждый час растет количество погибших в результате лесных пожаров в районе Афин. Огонь почти сутки бушевал вокруг греческой столицы, затронув курортные зоны. По последней информации погибли 74 человека. Более полутора сотен в больницах. Десятки пропали без вести. Все подробности выясняла Ирина Иванова. Обугленные дома, изуродованные каркасы автомобилей, обожженные деревья. Сплошное пепелище оставили после себя лесные пожары в городе Мати вблизи Афин. Именно здесь, накануне, возник первый очаг возгорания. Огонь распространялся так быстро, что люди не успевали выбраться из адской ловушки. Спасатели выносят жертв из обгоревших домов семьями. Сегодня утром мы обнаружили 26 тел мужчин и женщин, и, к сожалению, дети. Кажется, погибшие были знакомы, потому что, когда мы их нашли, они лежали группами по трое-четверо. Возможно, это были друзья или родственники, которые пытались объятиями защитить друг друга. Пожар быстро перекинулся на другие пригороды Афин. С огнем боролись более 600 спасателей и 300 пожарных машин. Однако стихия вышла из-под контроля. Власти объявили чрезвычайное положение. Начали эвакуацию из жилых районов и туристических зон, а также обратились за помощью к странам Евросоюза. Несмотря на немедленную всеобщую мобилизацию, из-за интенсивности ветра огонь быстро распростренился на жилые районы. Люди не успевали бежать, несмотря на то, что были в автомобилях или у воды. На лодке по воде пытались спастись от огня туристы из Дании. Об их судьбе пока ничего не известно. Их разыскивает береговая охрана. В Польше сообщают о гибели двух своих путешественников. Власти Греции опасаются, что в ближайшие дни количество жертв может возрасти. Сегодня Греция оскорбит о тех, кто погиб. Мы объявляем трехдневный национальный траур. Но мы не должны позволить горе удалять нас. Время бороться, время быть собранными и, как никогда, солидарными. Премьер выразил особую благодарность пожарным, медикам, спасателям и добровольцам. Сейчас силы брошены на ликвидацию последствий пожаров. На данный момент серьезной угрозы для туристов нету, потому что большинство пожаров, которые вокруг Афин, а конкретно в западном и восточном регионе около Афин почти погасли. Аэропорт Афин находится на грани хаоса, потому что очень много туристов, которые находились в Афинах и около Афин, пытаются вернуться на свои родины. Спасатели прочесывают пострадавшие регионы. Власти оценивают масштабы ущерба. Уничтожено около тысячи жилых домов и три сотни автомобилей. Что спровоцировало возгорание, пока неизвестно. Последний раз такие сильные пожары были в Греции в 2007 году. Тогда погибли 79 человек. Огонь повредил жилые дома и почти добрался к археологическим памятникам Древней Олимпии. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. В украинском медиа уверяют, ни среди жертв, ни среди пострадавших наших граждан нет. По данным посольства в Греции, 30 украинских туристов находилось вблизи курортного города Кинета, тоже частично пострадавшего от огня. И они сами сообщили в ДИП учреждения, что с ними все в порядке. Лишь восьмерым понадобилась помощь в эвакуации из туристической зоны в столицу. Посольство поддерживает постоянный связь с Координационным центром пожарной охоты и пресс-службой Министерства защиты граждан, до склада которого входят грецкая полиция и пожарная охота. За информацией чергового Координационного центра, станом на 16-ю годину не идентификовано загиблых или пострадавших в наследок пожарных граждан Украины, как и не отходили заявления, что до расширения украинцев, которые могли бы находиться в зоне стихийного лиха. В помощь украинским туристам МИД разработал проект добровольной регистрации украинских граждан. Сокращенно, друг. Путешественникам за границу предлагают на сайте указать необходимые данные о предстоящей поездке, а также контактное лицо в Украине. В случае чрезвычайных происшествий эта информация поможет установить связь с самим туристом или с его близкими. Подробная информация о сервисе на сайте украинского МИДа. Один погибший и трое раненых. В Украине очередное страшное ДТП. Около полудня на перекрестке в Киеве столкнулись две машины. Одна из них вылетела на тротуар, где в тот момент находились пешеходы. Последствия этой аварии видела Лариса Зубенко. Александр не видел момента столкновения. Обернулся уже, когда пострадавшие лежали на обочине. Говорит, на этом перекрестке в часы пик всегда оживленное движение. К тому же водители нередко нарушают правила. Судя по повреждениям, машины ехали очень быстро. Одну из них Рено занесло на пешеходную зону. В результате погиб мужчина. Я видела, как машины где-то столкнулись. Одна полетела туда. Ее развернула, одна полетела вот сюда. Я выглянула, посмотрела, приплющена машиной к этому забору мужчину. Остались живы, но получили травмы еще трое участников ДТП. Водитель Рено и его пассажирка от удара вылетели из автомобиля. Третья пострадавшая – женщина-пешеход. Сейчас их жизням ничего не угрожает. До приезда скорой первую помощь оказывали прохожие. Девочки с аптеки вышли. И люди, которые здесь проходили, очень молодцы. Очень много людей помогало. Единственный участник ДТП, не получивший травм, водитель Ниссана. Но общаться с прессой мужчина отказался. Виновника аварии полиция не называет. Ждут результатов экспертизы. Слідчие столичной полиции за этим фактом уже распочали криминальное проведение. За частью 2 статьи 286 Криминального кодекса Украины. Это порушение правил безопасности дорожного движения. Санкции этой статьи предпочитают избавление воли на строк до 8 лет. С избавлением права керувати транспортными средствами на строк до 3 лет. Был ли кто-то из водителей пьян в полиции, пока не разглашают. Лариса Зубенко, Глеб Гаврилов, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Смертельное ДТП в Черкассах на перекрестке БМВ протаранил Фиат. От мощного удара его понесло на пешеходный переход, где в тот момент шли молодая мама с 4-летним сыном. Машина буквально снесла их. Они не выжили. Авария произошла около 6 часов вечера. По предварительной информации водитель БМВ и его пассажиры были пьяны. И водителю удалось скрыться. Кто был за рулем в полиции пока не установили. По статистике Украина занимает первое место по количеству ДТП в Европе. За первые 5 месяцев этого года в нашей стране произошло почти 60 тысяч аварий. Под колесами погибли около тысячи человек. Больше всего ДТП в Волынской, Николаевской, Тернопольской и Киевской областях. Чаще всего виновниками становятся нетрезвые водители. В Киевской области от кори умер ребенок. Ему не было и 2 лет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Всего с начала года кори унесла жизни 13 человек. 9 детей и 4 взрослых. А число заболевших превысило 25 тысяч человек. Самая сложная ситуация во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях и в Киеве. Скандал во Львовской области. На Яворовском полигоне старшина нанес увечья солдату. После этого его сослуживцы открыто заявили о регулярных издевательствах и поборах в воинской части. Подробнее расскажет Галина Якушко. Добрый день. Вячеслав явный уже неделю на больничной койке. Ему провели две сложные операции. Удалили селезенку. Она разорвалась от удара старшины. Пять еще просто сбоку. В удары у меня здесь все и все. Врачи казали, если бы не свернулся в час, то за 3 часа бы был бы труд. Все произошло в военной части, где служил Вячеслав. Рассказывает, задремал на занятии по самоподготовке, положил руки на парту и опустил голову. В это время в кабинет вошел старшина Сергей Ляпинин, разозлился и нанес удар. Потом развернулся и ушел, как ни в чем не бывало. Он расслабленный был. В этот момент органы сжались, потом он резко проснулся и сразу разрыв получился. На стройной подготовке Вячеслав потерял сознание, только на следующий день его отвезли в больницу. Солдаты говорят, к явному у старшины всегда было предвзятое отношение. Его запугивали и травили. Все это старшины делали ради наживы, утверждают солдаты. Деньги требовались за любые проступки от 200 гривен до нескольких десятков тысяч. Парни сохранили несколько квитанций о переводах. Какой наказанный ждет человека? Могло быть и тысячи, могло быть и две, могло быть и три. Например, товарищ Ян на протяжении четырех месяцев 3-4 тысячи немецких скидывал. Он был запуган. Сам старшина Ляпинин общаться с журналистами категорически отказался. Его уже отстранили от исполнения служебных обязанностей на время следствия. Воинские части заявления о поборах и издевательствах отрицают, а старшину защищают. Говорят, он военный с огромным стажем и явного не трогал. После случившегося Вячеслав Явный получил вторую группу инвалидности. Вернуться в вооруженные силы он не может, да уже и не хочет. В полиции открыли уголовное производство по факту превышения служебных полномочий. Если вину старшины докажут, он сядет на 7 лет. Глина Якушко, подробности, Телеканал Интер-Львовская область. Не тушенка единой. Из хранилища 46-го объединенного центра обеспечения ВСУ исчезли более 200 тонн бензина и дизельного топлива на 6,5 миллионов гривен. Об этом рассказали Минобороны. Недостачу горюче-смазочных материалов выявили во время проведения внеплановой проверки одесского гарнизона. Инспекцию назначили после того, как стало известно, что центр закупает просроченную тушенку. Впрочем, выяснить, куда улетучилось топливо, не удалось. Перед визитом комиссии ответственный за хранение горючих материалов сбежал, прихватив документацию. А начальник объединенного центра ушел в отпуск. Ну и принято решение, что до начальника 46-го объединенного центра забеспечения полковника короля Евгения Сергеевича я принял решение позбавить его військового звания полковник. При этом он позбавляется всех званий офицерского склада. Я документы все передал військовому прокурору, генералу Матюсу, особисто, с проханием порушить текарную справу, что до нездавильного ставления, до выполнения своих службовых обовисков, а также до убитков, которые были на этом складе. Шесть обстрелов с начала дня. Боевики на Донбассе продолжают нарушать перемирие. Сегодня открывали огонь из БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Горячие точки Крымской, Золотой и Южная, Павлополь. Больше подробностей в материале Игоря Львинка. Вот такое громкое перемирие. Это Авдеевская промка. Днем враг коварно обстреливает наши позиции из гранатометов, а ночью был бой. Дважды наемники открывали огонь. Молчала разве что артиллерия. Вчера где-то в 20 началось. Начинается стрельба, 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 потом наращивается калибр. То есть на стрелковой мы вообще не реагируем. То есть 5,45, 7,62 мы даже не отвечаем. Ночью боевики дважды атаковали. Наши солдаты дали адекватный отпор. Ребята говорят, в последние дни враг активизировался. После 20-го она началась. То до этого было как-то более-менее. Бывали дни вообще тихо. А вот после 20-х чисел, даже после 19-х где-то, вот последние вот эти дни активизировался противник. Любители русского мира в бешенстве. На каждом шагу им здесь мерещатся американские командос. Страшилками об американцах забит эфир пропагандистских каналов. Поэтому наши бойцы решили запугать врага еще больше. Американский флаг над промзоной Авдеевки. Наши военные говорят, что повесили его для устрашения противника. Ну и это как ответ с юмором российской пропаганде, которая утверждает, что за украинцев здесь воюют американские десантники. Опять у них есть видео в интернете, где они там глядят, как они слышат. Вообще эта фраза, которая убила всех. Фраза гоу-гоу-гоу. Которую я не знаю. Просто, ну не знаю, надо быть детем, чтобы не знать. А по флаге это было, как говорится, шутка юмора. Вот такая минутка, шутка-минутка. Позиции военных здесь нет. Но враг постоянно пытается сбить флаг. Армейцы же говорят, тем самым боевики себя и выдают. Флаги, конкретно, которые сейчас, это был приход. Смотрим, наблюдаем за их реакцией. Как они себя ведут. Ну сбивают, пытаются, стреляют по ним. Тем самым открывают свои огневые позиции. Мы их засекаем. Тоже на плюс идет. На той стороне украинские солдаты тоже замечают флаги. Кроме российских, триколоров появились в чеченской и непризнанной Абхазии. Новые позывные, изменился темп ведения огня, ритм, вообще тактика. Наши военные уверены, на днях в лагере противника произошла ротация. Приехало пополнение. И это не шахтеры и не комбайнеры. Из Донецкой области Игорь Левенок, Дмитрий Раскольников, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. О ситуации на Донбассе и будущем нормандского формата говорила сегодня канцлер Германии на встрече с министром иностранных дел России. В сообщении на сайте немецкого правительства говорится, что в переговорах участвовал и начальник генштаба вооруженных сил России. Помимо украинского вопроса обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Ну а Израиль вновь поссорился с Россией. И снова из-за Ирана. Москва настаивает, что иранские подразделения должны оставаться в Сирии. Но в Израиле с этим не согласны. И угрожают, если Иран не выведет своих военных, займутся этим сами. Сергей Услендер продолжит. Хоть Израиль и повторяет, что не хочет и не собирается вмешиваться в ход сирийской войны, но делать это по неволе приходится. Сегодня сирийский самолет нарушил израильское воздушное пространство и тут же был уничтожен. Таким образом Иерусалим дает понять, что не потерпит никаких угроз и никаких враждебных действий в свой адрес. Как не потерпит и иранского военного присутствия возле своих границ. Это обстоятельство, последнее обстоятельство, даже привело к осложнению отношений с Москвой. Россия предложила оставить иранские отряды вдоль израильской границы, но под ее присмотром. В Иерусалиме по этому поводу просто возмутились, для чего спрашивается Нетаньягу. Он регулярно летает в Москву и постоянно объясняет там, что Иран это главная угроза для безопасности его государства. Об этом, кстати, премьер говорил и на встрече с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. Израиль настаивает на том, чтобы соглашение о разделении воюющих сторон между ним и Сирией соблюдалось, как это было за десятилетия до начала гражданской войны. Израиль будет и дальше пресекать любые попытки Ирана и его сторонников установить военное присутствие в этой стране. Впрочем, отношения с Москвой осложнились не только из-за Ирана. Недавняя эвакуация из Сирии членов организации «Белые каски» вызвала у российского МИДа настоящую ярость, который по этому поводу даже разразился заявлением о том, что «Белые каски» это были террористы, которые занимались провокациями против законного сирийского правительства. В Иерусалиме от этих заявлений просто отмахнулись. Хорошо известно, что «Белые каски» занимались спасательными работами, доставкой, распределением гуманитарной помощи. Они неоднократно получали угрозы от сирийского режима, и Израиль, по сути, спас их от уничтожения. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала «Интер». Американский уран в украинских реакторах. Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью переведен на топливные сборки из США. Более третий всего генерируемого электричества в Украине приходится именно на АЭС. При этом единственным поставщиком урановых стержней является Россия. Диверсификация рынка ядерного топлива, энергобезопасность, а также совместные усилия по противодействию строительству газопровода «Северный поток-2». Обо всем этом сегодня говорил президент Петр Порошенко на встрече с заместителем главы Госдепартамента США по энергетическим вопросам Фрэнсисом Фенненом. Он недавно вступил в должность. Один из первых официальных визитов совершил в Киев. Сьогодні вперше энергоблок украинской атомной электростанции, южноукраинской станции, запрацював на американскому пальному Вестингхаусу. Это то, о чем мы договорились с президентом Трампом под час наших встреч в Белом доме, Нью-Йорке. Я также хочу поблагодарить вас за лидерство и реформы, проведенные в максимально короткие сроки. Верю, что эти реформы стимулируют поток инвестиций. Вы также заявляли о более значительных инвестициях в США. Я считаю, что такие реформы важный знак для всего остального мира. Инвестировать в Украину и украинский бизнес. Первые проблемы в подготовке к отопительному сезону. Из-за нехватки денег Киев Теплоэнерго не может полноценно начать процесс закупки техники и энергоносителей, а также ремонта и модернизации теплосетей. Об этом заявил замглавы столичной городминистрации Петр Пантелеев. Он напомнил, что депутаты не поддержали решение об увеличении уставного капитала Киев Теплоэнерго до 2 миллиардов гривен. А эти деньги нужны для ремонта, закупки оборудования и своевременного расчета за энергоносители. Если крупнейшим компаниям нечем рассчитываться за энергоносители, то что уж говорить об обычных потребителях. Долг за коммуналку, основная часть которого задолженность за газ, к началу лета достиг 37 миллиардов гривен. Только за май он вырос на 7%. Бешеными темпами долги растут после повышения коммунальных тарифов. Увеличение расценок, напомню, одно из требований МВФ. Но дальше повышать просто некуда. Так считает лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Тарифы подняли 8 раз по сравнению с 2013 годом. Люди просто обнищали, не в состоянии платить. И вот то, что они действуют под диктовку МВФ, повышая таким образом тарифы, это прямой путь к социальному взрыву. Невозможно объяснить людям, почему они должны за газ, который принадлежит им, платить так, как за импортный газ. Нет никакой логики. И правительство сделало преступление, повысило таким образом тарифы. Мы категорически против этого. Тарифы придется снижать. И это никакой не популизм. Это просто логика для того, чтобы люди понимали, за что они платят. Ну вот было бы чем платить. Вчера мы рассказывали, что по всей стране массу задерживают выплату пенсии. И сегодня в пенсионном фонде потрудились назвать причину. В сообщении ведомства говорится, проволочки связаны с несвоевременным поступлением единого социального взноса. И пообещали, что все выплатят в полном объеме до конца месяца. С начала июля на пенсии направили почти 3 миллиарда гривен. И вот только сегодня более полутора миллиардов. В Укрпочте ситуацию подтвердили, но уточнили, когда выплаты возобновятся, сообщат дополнительно. Вновь принято решение продлить выплатной период, обычно он заканчивался 25 числа, продлить до конца месяца, чтобы все или большинство людей могли спокойно получить свою пенсию и пособия, которые получают через Укрпочту. Мы, естественно, работаем с пенсионным фондом по графикам работы. Там, где нужно, продляем наши часы, выводим дополнительно людей. Ужгород с хлором сегодня из Венгрии в качестве гуманитарной помощи в Закарпатскую область завезли жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды. Насколько хватит запасов, Марина Коваль расскажет. Грузовик с тремя тоннами жидкого хлора сегодня заехал из Венгрии в Украину через пункт пропуска ТИСа. Груз встречал лично губернатор. Геннадий Москаль заявил, что к нему обратились руководители местных водоканалов и сказали, что хлора для очистки воды осталось всего на неделю-полторы. Его используют в области 18 предприятий. Зупинкой завода, который единственный был по производству хлора и стал заручником всяких политических, экономических и других международных ситуаций в Украине. Поэтому мы тоже долго не можем смотреться, ничего не делавши, и сказать, что там по ним и с собой разбираются. С просьбой о помощи поставить хлор для закарпатских водоканалов Геннадий Москаль обратился к венгерскому правительству. А до кого? Ну до кого? До Парагвая? У меня Войко живет в Парагваю. Я сказал, Войко, воды нет, дайте хлору, пришли тут посылать. В помощи Закарпатью не отказали. Венгерское правительство точно же откликнулось. Эта партия рассчитана для нужд Закарпатской области, не только для тех водоканалов, которые поставляют воду в места проживания венгерской общины. Хлор для всего региона. Стоимость завезенного хлора 6 миллионов форентов. Это приблизительно 600 тысяч гривен. Дипломат заверил, если будет нужно, Венгрия готова поставить Закарпатью еще 13 тонн жидкого хлора. А сегодняшней партии области хватит на полтора месяца. Марина Ковадьев, Риковалев, подробности телеканал Интерзакарпатская область. Дефицит хлора едва не привел к остановке Харьковского водоканала. Что происходит на этом предприятии и на других важных коммунальных объектах, региональные власти решили поинтересоваться посетив их лично. О чем говорят и чего просят люди, расскажут наши корреспонденты. В актовом зале Харьковводоканала негде яблоку упасть. Предприятие едва не остановилось из-за нехватки хлора. Да и других проблем масса. Руководители подразделений просят у губернатора, чтобы государство взяло на себя расходы на переброску воды из Днепра в Краснопаловское водохранилище. Источник пресной воды для Харькова. Говорят об изношенности труп водовода, ведущего в отдаленный райцентр Лозовую. Состояние водовода, протяженность его порядка 65 километров. Технически настолько сложное сейчас, что нам приходится ликвидировать на этом водоводе на километре сети иногда даже более 10 повреждений. У рядовых сотрудников вопросы житейские. Кому-то нужны деньги на лечение и реабилитацию. Некоторых волнуют вопросы инфраструктуры. К примеру, в селе Циркуны просят открыть аптеку, отделение банка и спорткомплекс. Зинаида Ивановна приехала из Липцев. Просит починить дорогу, которая 30 лет не видела ремонта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ...кабинет уже в рамках дела о хищении почти тысячи гектаров леса. Помимо этого, Карплюку инкриминируют завладение чужим имуществом, подделку документов и злоупотребление властью. Врачей, которые требовали взятки у людей, оформляющих инвалидность, задержали в Одессе. Сотрудники СБУ выяснили, что работники Суворовского филиала областного центра медико-социальной экспертизы систематически получали взятки от больных за предоставление группы. Получив документы, заявляли, что в них есть ошибки. Отправляли больных к врачам за новыми бумагами. Сообщники-медики предлагали решить проблему с комиссией за деньги и направляли к человеку, который называл стоимость этой услуги. Суммы колебались от 400 до 600 долларов. Врачи получали откат за каждого пациента. Как сообщает одесское интернет-издание «Думская», треть полученных денег предназначалась руководству комиссии. Во время сегодняшнего обыска у троих членов комиссии нашли 1500 долларов и 15000 гривен. Это выручка за день работы. Количество задержанных в СБУ пока не сообщают. Единственная в Украине база отдыха для незрячих оказалась на грани закрытия. Причина – иск в суде от Госпродпотребслужбы. Эксперты выяснили, что помещения не отвечают санитарным нормам. База нуждается в капитальном ремонте, но у государства на это денег нет. Лидер радикала Олег Лешко заявил, что потребует от правительства выделить средства на восстановление дома отдыха. Закрыть этот дом означает, что 500, как минимум, незрячих людей избавляют возможности оздоровления. Я думаю, что нужно найти этот миллион, сделать перекидки между бюджетными программами, отремонтировать это спальное помещение, и чтобы люди с уверенностью смотрели на сегодняшний день. Их 100 тысяч людей в Украине незрячих, один на всю страну дом, и тот хочет закрыть. Я думаю, что это непрепустимо. И Минсоцполитики не могут стоять в стороне от этого важного вопроса. В Украине стартовала малая приватизация через систему Прозоро продажи. На аукционе уже появились первые 18 объектов из разных регионов страны. Малая приватизация должна проходить открыто, прозрачно и конкурентно. Об этом сегодня заявил премьер во время посещения офиса Прозоро. Он подчеркнул, что процесс начинается на основе нового законодательства и с использованием инновационных инструментов. По словам Гройсмана, эффективная продажа активов – это большая помощь для малого и среднего бизнеса, а следовательно, развитие экономики страны. Поджог спящих людей скрылся. Полиция Берлина разыскивает мужчину, который покушался на жизнь двух бездомных. Подробности жестокого преступления, которое шокировало Германию, в материале Татьяны Лагуновой. Трагедия произошла поздно вечером возле берлинского вокзала Шоны Вайды, как рассказывают очевидцы, к двум спящим бездомным подошел неизвестный мужчина. Облил людей и их пожитки, горючей жидкостью поджог и сразу же убежал. На помощь людям бросились работники, расположенные неподалеку закусочной. Они погасили пламя с помощью огнетушителей. А уже потом на место происшествия прибыли врачи и полицейские. Люди очень сильно пострадали. Они получили сильнейшие ожоги и сейчас находятся в больнице, в отделении интенсивной терапии. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Поджигателя ищут, но никаких зацепок у следователей нет. Все произошло быстро, на улице было темно и мужчину никто толком не разглядел. Наши криминалисты обследовали место трагедии и собрали все улики. Их уже отправили на экспертизу. И сейчас мы ждем результаты. Это уже не первый подобный инцидент в Берлине. Полтора года назад группа молодых людей подожгла бездомного, который спал на одной из железнодорожных станций столицы. Позже злоумышленники явились в полицию с повинной. Зачинщика приговорили почти к трем годам тюрьмы. Остальные получили по восемь месяцев условно. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В Париже нашли мертвый соосновательницу движения «Фимин». Накануне Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством. Девушка родом из Хмельницкого прославилась громкими провокационными акциями в Украине и в России, протестуя топлис. С 2013 года жила во Франции, занималась искусством. В Париже прошли несколько ее персональных выставок. Активистка оставила предсмертную записку, которая назвала парижскую богему фейком. Оксане Шачко был 31 год. В какой стране выпал рыбный дождь, до какой скорости теперь может разогнаться гиперлуп и как выглядит осло-зебра? Об этом и не только в нашем обзоре. Несколько сотен человек пропали без вести провинции Атапы в Лаосе. Все из-за прорыва плотины на местной гидроэлектростанции. Во время аварии вылилось по меньшей мере 5 миллиардов кубометров воды. Людей и дома смывали потоки. Официальной информации о погибших пока нет. Без крыши над головой остались более 6,5 тысяч жителей. Почему прорвало дамбу, выясняют. На Тайване прошел рыбный дождь. В одном из местных портов тысячи сардин выскакивали из воды и сами бросались в рыбацкие лодки. Видео необычного явления выложил в сеть один из рыбаков. Биологи считают, что таким образом сардины ведут себя перед тайфуном Ампил, который надвигается на Тайвань с востока Китая. Ученые из Технологического института Джорджии создали экологически прозрачный материал, который в будущем может заменить пластиковые пакеты. В его состав входит целлюлоза и хитин, основной элемент скелета ракоподобных и насекомых. Поскольку составляющие являются природными материалами, то разлагаются быстрее, чем пластик. Когда эко-пакеты появятся в продаже, пока неизвестно. Гиперлуп компания SpaceX побила свой собственный рекорд. Немецким инженерам удалось разогнать капсулу до скорости 457 км в час. Предыдущий рекорд составил 386 км в час. В компании готовятся к тестовому запуску капсульных поездов в Лос-Анджелесе уже в 2020 году. Проезд в транспорте будущего должен стоить 1 доллар. В лондонском аэропорту Хитро разработали 3D-технологию, способную существенно облегчить правила перевозки багажа. 3D-сканеры работают по принципу компьютерного томографа. Благодаря этому пассажирам не приходится каждый раз открывать багаж для осмотра. С помощью лучей сканера можно получить точное изображение содержимого ручной клади и рассмотреть предметы под любым углом. К тому же технология способна выявлять взрывоопасные вещества, спрятанные в багаже. В зоопарке Каира ослов перекрасили в зебр. Подделку заметил девятиклассник, который приехал в зверинец на экскурсию. Подозрения у парня возникли, поскольку полосы у животных были нечеткими. Фото разукрашенных зебр с расплывшейся из-за жары краской, которую подросток выложил в сеть, набрали тысячи лайков и привлекли внимание СМИ. Позже ветеринары подтвердили, что так называемые зебры на самом деле домашние ослы. Тем не менее, директор зоопарка продолжает настаивать, что полосатики настоящие. Черные экраны или тюнер? Украина отказывается от аналогового телевидения. Правительственное решение вот-вот вступит в силу. До 1 августа отключат Киев, Кропивницкий и соответствующие области. А до сентября всю страну. Что нужно сделать, чтобы не остаться отрезанным от эфира, знает Елена Зорина. В село Грушев, 120 километров от Киева, здесь даже мобильная связь с трудом работает. Обычные дедовские антенны, так называемый аналог, чуть ли не единственная возможность для большинства жителей знать, что происходит в стране. В свои 76 бывший моряк, а теперь житель Грушева Виктор Романович знает об отключении аналогового и подключении цифрового. Для него телевизор это практически весь досуг. На хозяйство и огород сил уже нет. В небольшой комнате старенький телевизор, тюнера нет и покупать его мужчина не спешит. Все-таки это треть его пенсии. Эксперты признают, действительно, это удовольствие не из дешевых. Можно купить новый телевизор, но есть вариант дешевле. Причем раз заплатил и забыл. В среднем это будет стоить где-то тысячу гривен. Тюнер, антенна, кабель, мачта, возможно, подсилювач. Если нужно только заменить тюнер, а антенна остается, телевизор остается, то цена вопроса где-то от 400-500 гривен. Подключиться к цифровому не сложно, как в любимой рекламе пенсионера. Займет процесс несколько минут. В зависимости от того, какой телевизор и какие в нем входы, нужно купить цифровый тюнер. Тюнер должен быть с обычным антенным входом. Сюда нужно подъединить кабель, кабель нужно подъединить до антенны. Антенну нужно повернуть в сторону передача, вимкнуть настройку. И потом на экране увидите картинку и телеканалы. Все, смотрите, 32 телеканалы. Если этого не сделать, уже с осени треть украинцев, а именно столько смотрят аналоговое телевидение, могут увидеть на своих экранах только серую рябь. На Совете говорят, еще год по обычной антенне будет идти максимум 1-2 канала. Переход на цифру и так затянули. Процесс болезненный, но необходимый. А люди хоть и потратятся, но все равно выиграют. Для тех, кто принимает через кабель телевидения или по спутнику, для них не изменится ничего. Для тех, кто принимает телевидение по обычной антенне, для них может все измениться. Если они приобретут тюнер, у них возникнет а, большее количество каналов, б, это будет лучшее качество. Ты же денческий китай и все, а тогда совсем не будет телевизора. Что ты будешь сказать, что ты будешь сказать. Тамара Ивановна пока новацию не оценила. Тюнер ей продала соседка, а пользуется теперь не она, а внук. Какая-то была хорошая. Пока я наклассила его, там же нужно два пульта, чтобы было. Два пульта? Это сколько времени пройдет? Сильно долго дело, чтобы его переключать. Абей же тюнер и один пульт был. Денег на еще один тюнер у пенсионерки нет. Больше болит голова, чем за газ платить. Буду без телевизора. Мне не нужно никаких всяких интернет, интернет и всяких. Хотя, возможно, насмотревшись на соседей, которые ставят спутниковые тарелки и покупают тюнеры, женщина решится на новинку. Все же без новостей в селе никуда. Елена Зорина, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер. Как будут развиваться события, следите на нашем сайте. Подробности вей. На сегодня все. Приятного вам вечера. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова